Друзья, всем привет! С вами Алекс. Вы на канале не тормози! Сегодня у нас битва всего, что может покорять бездорожье. Это интересный формат, потому что у нас ледяно-песочно-снежные горки и машины от паркетников до монопривода, до внедорожников. Сегодня будет масса различных препятствий. Все машины, я уверен, испытаем на полную катушку, найдем предел для каждой. Так что усаживайтесь поудобнее, сегодня точно будет на что посмотреть. Погнали! Друзья, зашел тут на автоспот и заметил, что предложений по продаже машин стало гораздо больше. А причина этому очень проста. Наступил 2023 год и дилерам нужно быстрее и быстрее продать машины, ввезенные в 2022 году и завести уже свежие модели 2023 года. Также дают большие скидки при покупке за наличный расчет и за кредит или трейд-ин. Скидки действительно ощутимые. В общем, если планируете купить новый автомобиль, сейчас действительно лучшее время. На сайте автоспот.ру вы найдете лучшие условия для покупки авто. А если у вас уже есть авто и вы хотите выгодно пройти ТО, то на сайте автоспот.ру найдете лучшие приложения в своем городе с огромными скидками. Ссылки на автоспот оставил снизу в описании под роликом. Ну а мы прогнали! Итак, первый рубеж, он у нас разминочный. Киев, киев. А ты проходи с портеджа? Нет. Но пытаться будешь, да? Что там наворочил что-нибудь еще? Нет. У тебя лифтец, да, небольшой? Да. Давай, 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 у нее имитация очень хорошо работает. Вот на это мне прям нравится. Она прям деликатненько так. Не спеша. Не спеша. Давай крути рулем. Ну, шанс был. Какая полосочка у него модная появилась? Раньше не был такой. Или у них завода? Есть такая? Нет, по-моему, нет завода такой. Красиво смотрится. Как новый москвич. Прям посерединке такая же полосочка. Давай, должен. Давай, киев. Левее, левее, руль, левее. О, почти. Еще одна попыточка. Так, киев, давай, 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 давай. Ну, хотел, наверное, право на. Какой-то у него свой план. Ничего себе, вот это вышивание крестиком, почти. Так, все, накатался. Киа Sportage, привет, привет. Киа или Duster, кто проходимый? Киа, конечно. Киа, супер. Дастаркует. Сколько лошадей двигатель? 150. 150. Тут полный привод, у нячиков никаких нет. Все заводское, да? На автомате. Да. Все, огонь, можно начинать. Киа Sportage. Какой уже, на данный момент, уже можно сказать, старой школы. Итак, подъезжай, подъезжай, подъезжай. Привет. Здорово. Что, Duster прет? Ну так же. Так, 4WD-Log, смотрю, максимально заряженный режим включил. Какой двигатель? Двушка. Двушка. И механика. И без имитации. А, без имитации. Все, огонь. Все, давай, можно начинать. Подбокснул. Так, а у тебя передний, наверное, да? Передний, 2.150. Нифига себе, пушка. Механика? Автомат. Автомат. Да, чуть поближе подъезжай. Все, давай, можно пробовать. Киа Сол. Мощная. Давай, 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 давай. Почти, да. Чуть разгончику. Сколько весит, кстати? Полторы. Полторы. Ничего себе. Вот это серьезно. В эту горку надо заехать. Сол, я, кстати, как-то раньше снимал тест-драйв. Прут они? Вполне. Вполне себе прут. Ах, освежители вкусно пахнет. Когда из чужой машины нюхаешь, всегда так вкусно. Освежители пахнет. Себе такой же повесишь, что-то нифига не вкусно. Жизнерадостная Toyota RAV4. Здорово. Привет. Как она клево на фоне снега смотрится. Да, по-моему, даже, да. Пушка. Ну что, как ездит Toyota? Попробовал, в принципе, для ее класса она нормально. Пойдет. Пойдет. Здесь варианты, да, стоит? Вариатор двухлитровый. Вариатор двухлитровый. Ну, на ворот, соответственно, никаких нет внедорожных. Нет, да. Ага. А есть режим какие-то внедорожные? Слушай, смотри, я тут пробовал. На обычном режиме она не заехала. У меня, я тут тоже пытался. Ставил мут. Это как бы песок. Ну, вот к ним, да, уже было бы интереснее. Мут, это грязь, мне кажется. Ну, вот тут с ком. Здесь еще камни не пробовал. Ну, песок, ну, тут как бы песок, снег как раз. Все, можно пробовать. Все, RAV4. На исходную. Посмотрим, маленькая наклеечка. Наклейки, кстати, по ссылке снизу под роликом, конечно же, есть. Разных размеров. Так, заезжает. Пошло интересненько. Итак, Volkswagen. Volkswagen Polo. Polo. Признавайся, полного привода нету? Нету. Передний привод плюс энтузиазм, да? Да. Все, крутилка. Колеса 2008 года. Крутилка на магнитоле у тебя прикольная такая. Это бесконтактная. Все, пушка. Давай, можно отсюда. Все, подсдулся. Polo. Давай. Газо! С резиной 2008 года. Polo. Какого года такой Polo? Пишите ваше предположение в комментариях. Кстати, вообще. Кстати, заметьте. Даже не напрягся. Итак. Mitsubishi Lancer. Эх, интересные тачки. Ну, что, вылетишь туда? Да, постараемся. Как вообще по бездорожью пробовал как-нибудь ездить? В песке пробовал, не особо. Не особо. Сейчас будем пробовать, как в песке, перемешанном со снегом. А какой мотор объем? 2 литра. 2 литра. Ой, это мощный Lancer. Все, давай. Навали. А, он на полном приводе. Э, я думал на переднем. На полном это интересно. Итак, лютейший Волгарь. Ну, что ты с отрывом вылетишь? Ну, попробуем потихоньку сначала. Потихоньку. Весь наклеечку пьешь, да? Энергетик, балуешься? Не, не, я клею тут. Как всегда. Запиваю, скажи. Все, давай. Итак, Волгарь. Лютый Волгарь. Колеса у тебя модные такие. Низкопрофильные. Пушка Волга. О, начал делать. Брум, 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 брум. Так, Форчунер. А на заднем сможешь? Попробовать, но мне кажется, не заедет. Что, как Форчунер? Отлично. Нравится? Блин, я мечтал в свое время, не успел купить. Они что-то такие дорогие стали. А вот я как раз обзоры посмотрел, и мне вот он прям очень понравился. Попробовать. Форчунер на заднем приводе здесь попробуем. Интересно, как пойдет. Все, давай, может нажимать. Посмотрим, есть ли шанс на заднем. Как Волга. Давай, давай, жми, жми, жми. О, о, не. Но цены росли быстрее, чем я копил. Поэтому осталась мечтой эта машина. Все, огонь. Ну что, Opel замчит? Хрен его знает. Надо пробовать. Opel вообще, на самом деле, если их не жалеть, тоже валят неплохо. Такая немецкая девятка. Во, вообще, кстати, на спокойниках. Вообще, кстати, во-во-во. Во-во-во. Вот. Ну, на 99% Лондон прошел. Во-па. Какого-то с блоком спереди. Вообще. Вот вам и Opel. Итак, Grand, а? Ну что, Grand, проходим иномарок. Непонятно. Будем сравнивать. Давай, чуть поближе. Grand подставленная. Давай, 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 давай. Эх, эх, эх. Эх, наклейку не приклеил. Просто положил. Не полностью она подействовала. Жига-дрыга. На жиге надо прям приноровиться. Просто надо привыкнуть. Зачастую у владельцев монопривода нет такого большого опыта покорения бездорожья, как у джиперов. И надо пристреливаться. Поэтому строго судить здесь нельзя. В плане навыков вождения. В такие препятствия в обычной жизни, ну, редко людям приходится подниматься. Обычно есть объезды таких дорог. Поэтому тут все приходит с опытом. Страна верит тебе. Давай. Во. Во. С отрывом колес уже. И-е-е-е-е-е-е. Заехал. Красавец. Итак. Два варианта развития событий. Прямо полегче. Направо посложнее. Привет. Привет, привет. Че как него? Пуля так живет пока. Огонь. Сзади грязевая, стоит спереди. Эх, набьет колею. Здесь самое интересное, когда кто-то пытается заехать направо, он еще немного делает интереснее подъем, который прямо. Так, Нивас прямо уходит. Посмотри по обстановке. Так, посмотрим, зайдет ли Лансер дальше Ниваса. У вас, а прямо пошел. Вот. О, заехал. Ну да, направо, наверное, просвета, я думаю, ему не хватит. Volkswagen, который сегодня как-то ездит везде. Я даже не знаю, как он это делает. Давай вот отсюда чуть-чуть разгончик побольше тебе дадим. Ну что, ты заедешь? Я думаю, что, навряд ли, после Нивы нет. Давай, все, прямо и прямо топи. Поло. Это даже не Passat, это поло. Маленький. Так сильно верит в него УАЗ, что сзади поджимает. Ну, кстати, на 90% зашел. Вообще, остался, на самом деле, финишный там рывок. Ну, почти зашел, красавчик. Ну, видишь, я бампер, упираюсь, и все. Бампер дело такое. Тут по бамперу видно, что он частенько упирается им куда-то. Да, УАЗ, это как первоклассник в костюме батик очка выглядит. УАЗик на лифте. Да, вот, промазал немного. Опа, аккуратно. Там, наверное, на четвертой. Так, все, окончательно убивает подъем. Прямо. Все, заехал. Так, что, направо попробуешь? Или прямо? Давай. Вот так, Нива. Что-то промахивается они, наверное, от поворота, на самом деле. Там поворот чуть раньше. На одну колею вбок уходит. И там прямо он, получается, упирается в угор. Вы на одну колею с УАЗом туда уходите далековато. Чуть раньше. О! 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 Ну, на-на-на! Практически. Хорошо шел. Хорошо шел. Вот сейчас, по идее, если с еще одной попытки, должен зайти. О, как сразу бодро пошел по траектории, по-хорошей. Все, сейчас должен зайти. Прямо сильно. Так, ты что, ты будешь направо закатываться, пытаться? Не вижу смысла. Прямо? Прямо. Все, давай. Патриот на автомате, на лайтах. Наслаждаясь жизнью. Затычка такая, кстати, модная на этом сзади. Заглушка. Мне тоже такой надо. А то у меня ржавеет там все внутри. Так, патриот на автомате заезжает прямо. Так, дастер прямо. Подразвешивается и спихи нет. Опа, и развесился. Ну, вот имитация блокировок, на самом деле, как бы над ней там не смеялись, бывалые, так скажем, оффроудеры, но она очень хорошо помогает вот в таких вот развесах. Потому что жесткие блокировки, если на повседнев эксплуатировать Duster, в принципе, ну, ни к чему. Имитации вполне достаточно. И вот здесь бы прямо они очень пригодились бы. А на Duster можно доставить имитацию? То есть, допустим, как-то вот, если у тебя ее нет, вот эту систему, как-то вот доустановить? Ну, вообще можно. Конструктивно, там же тормоза, все, наверное, одинаковые у них. Да, там блок ABS вот этот, по-моему, меняет. Короче, надо прокачивать. Короче, вариант такой есть, но мне кажется, дорогой. Ладно, есть кто знает, в комментариях пишите, можно ли поставить имитацию на Duster. Или проще поставить все-таки блокировку в самоблок в один из, на одну из осей. Потому что, вроде, да, вот, зашел. Что, можно попробовать направо, можно прямо? Куда, думаешь? Пробуем направо. Так, Fortuner направо решил попробовать. Оп, что-то щелкнуло, но заехалось. Так, Sportage прямо. Все, есть, заезжает. Все, можно, можно, можно. Витара. Ох, направо прямо, вот это сильно. Ну-ка, 230. Та метет, слушайте, прям метет. 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 Витара, ну-ка, давайте накидайте в комменты, это внедорожник или кроссовер? Как вы думаете, позиционируется он как внедорожник? У него, насколько я знаю, даже понижайка есть, там все как полагается. Как вы думаете, внедорожник это или кроссовер? Прям отвлекитесь, напишите, интересно, статистика. Что считают люди в реальных условиях? Ведь одно дело, когда маркетинг разделяет предназначение автомобиля. Другое дело, когда это делает народ. Так что, напишите. Ну, прям, кстати, я вам скажу. Ох, просвета не хватает. Не, вон тормоз держит. Погоди, стоп, стоп, стоп. Подожди, подожди. Ехал вообще. Тихо. Это, у него тормоза что ли не держит? Давай, давай назад. Он заглушенный, наверное, не держит тормоза. Ну, как и большая машинка проехала, думала я смогу. Ну, он повыше, Форчунер. Ну, он тоже там и порогами черканул, хорошо. Так, ну все, здесь можно налево, прямо пробовать. Все, есть. Зашел. Так, у вас усложняется траектория. Что, еще будет? Будет попытка. Все, пошел Субарь. Аккуратненько посмотрим, как пойдет. Да, вообще нормально. Нет, Субарь, вот это старая школа. У них, конечно, и хода есть, подвески. Мягче намного подвеска, чем у современных машин. Поэтому легко. Вот раскатали, да? Да. Ну, так интереснее. Все, можно начинать. РАФ-4 у рубежа. У РАФа, кстати, у этого, у нового имитации хорошо работает. Лютовать будешь? Ну, попробуем. Давай. Так, Бухан, Буханоч, наверх. Очки там понажимал. Так, третья. О, заехал. Вообще нормально. На все сезоночки. Так. Так, все, можно пробовать. Отсюда можно. Там диагонали. Ага. Да, там оказалось сложнее, чем я предполагал. Не включена была изначально блокировка задняя. Есть же блокировка задняя? Есть. Сейчас попробую на пониженной просто. Блокировку, блин, врубай. У тебя, потому что имитация не успевает сразу срабатывать, а когда срабатывает, уже поздно. На пониженной не злее работает сейчас. Ну, попробуй, да. На понижайки должна получше. Все, давай. Все, забрался. Как вообще соус в целом? Нормально ездит? Не ломается? Ничего. Да вообще особо. А сколько пробегал? У меня был, короче, такое же только 11-го года. 200 тысяч отъездил вообще без каких-либо полов. Дизельный, да? Нет, бензиновый. Я даже катализатор не менял, короче. Все родное стояло. Что ж? Это сколько? Сейчас 70 пробег. Но он, типа, до этого за 4 года наездил 30 только. Это я за последний год. Вот за ради этого часа не пожал. Ну, в общем, доволен. Ну, да. Для города вообще отличная тачка. Высокая, мощности хватает, да и по оснащению. Красота. И все, что. Подъем. Передний привод. Опа. Вот там вот перепад сложный. Сейчас ланцер наверх пойдет. Подпискивает. Сол пищит. Говорит, ну не надо, хозяин. Хватит, хватит. Я хочу в магазин и на заправку. Пристреливается пилот. С каждым разом заходит дальше. Это значит, шанс есть. В случае с такой машиной еще нужно не просто жать газ пол всю дорогу, а еще и не повредить ничего. О! Так, ты туда решил? Да. Серьезно? Ну, мы отчаянные. Так, ланцер на диагонали. Эх, не хватает немного просвета. Но, кстати, он сейчас под себя сравняет потихоньку. Ну, что, низковато. Еще попробуем. Давай. Нет, туда по диагоналям, наверное, не загрязти. Так, ну тут есть ли, кстати, вообще хочу отметить, для легковушки прям, прям тащит. Спокойный, да, вообще? Да, красавчик. Итак, ты куда хочешь? Ну, попробуй направо туда. Ага, давай. Все, Subaru решил. Гулять-то гулять, гулять-то гулять. Вообще просто. В чем прикол этой машины? Просто заезжает, вообще даже нет. Не напрягается. Болеет, болеет. О, вот это да. Все, заехал. Прямо, да? Наверное. Давай, как Volkswagen. Может, получится. Полу прямо вообще сейчас. Как последний раз поехал. Не поджимай так. Пробуй вот так назад, да-да-да, может, выскочишь. Газку маленько нажми. Газку, газку нажми. Чуть-чуть. Ага, во, все, огонь. Такое ощущение, что на второй, что ли, идет. Вот, сейчас наодавил. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нет ничего более бодрящего, чем овации публики. Ну, как ты ходом залетел, ты-то нахер. Заскочил. Оп, налево уходит. Утешительная дистанция. Так, Витара на боевую дистанцию с диагоналями отправляется. Так, дистанция, давай. Сложная дистанция-то. Там развесы большие, на самом деле. У Витара ходов не особо-то и хватит подвески. Там вот на УАЗе только-только колеса достают. Можно попробовать. Но там, конечно, ходов не хватает подвески. Там прям такие по колено, диагонали. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Не, не заходит. Так. Витара ходит. Кандая прямо. Там студенты учатся рулить. Что? Прямо-направо? Прямо-направо, наверное. Ну, попробуем. Все смотрят на Субару и думают, тоже так смогу. Все, давай. Так, Рафчик направо. О, кстати. Опа. Зацепился. Группа быстрого реагирования. А теперь при регистрации при помощи моего промо-кода ИГРА2023 вы получите бонус до 25 тысяч рублей на первый депозит для новых игроков. Досматривайте видео и вперед. Все, столкнули. Красавцы. Повыше надо немножко. Не хватает пары буквально сантиметров. Так. В наше время новые машины надо беречь. Старые на самом деле тоже. Все надо беречь машины. Ну, давай, попробуй. Да, ладно. Первые две проехал, кстати, довольно-таки сложные. Ну, что, шанс есть? Возможно. Вроде как тянет. Ну, давай, попробуй еще. Туда нужны блокировки, конечно. Оп, оп, оп. На, почти. Так, вошел в Кураж. А, я понял, что он так хорошо едет. У него какие-то туманки тюнингованные. Опа! Вообще просто. Друзья, наступила зима. Это значит, надо максимальное количество времени тратить на катание с горок, лепку снеговиков и активный отдых. А покупку и продажу БУ автомобилей можете доверить профессионалам. Таким, как Единый центр Trade-in. Ссылки в описании.